Здарова! За микрофоном как стоп лагиат? И я тут решил тряхнуть стриной. Очень давно у меня как-то на канале выходил ролик, в котором вообще прям там... Я оборачиваюсь назад, вообще кринжую очень люто 100 видосов. Ну, вот, вот. Типа... Привет. Всем привет. Часть этого видоса, да, она прошла, вы уже поняли, что происходит. Короче, там у меня исполнение полное говно, но идея хорошая. Там я проходил какой-то рандомный тест из интернета про Hearthstone. Как хорошо ты знаешь Hearthstone. Я нашел точно такой же. Ну, в смысле, не один в один. Я его не смотрел еще специально, чтобы не спойлерить ни вам, ни себе. Собственно, решил перепройти такое в 22-м году. Тогда я играл в Hearthstone не помню сколько, но мало, очевидно. Сейчас я уже тысячу лет в игре, и я думаю, что это будет суперожачный ролик, потому что по-любому этот тест составляли чуваки, которые вообще не шарят за игру. Короче, да, играйте со мной, ставьте на паузу, пишите в комментах, ну, точнее, или там, не знаю, на лбу, пишите себе ручкой свои варианты ответа, и посмотрим, кто из нас знает Hearthstone лучше. Окей, поехали. Hearthstone, Venus of Warcraft, уже, кстати, нет, является ведущей цифровой карточной игрой. Нет, на сегодняшний день количество игроков более 100 миллионов. Нет. Так, окей, ладно, тест, 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 тест. Приключение с Кадгаром, я помню, приключение, кстати, было это офигенное. Итак, первое, давайте приблизим, вот так вот, приблизим, сейчас, вот так. В игре есть поле боя с часами, которых почти не видно, но они всегда показывают правильное время. Ну, ладно, да, да, по-моему, да. Да, окей, верно. И да, это вот эти часы, это стандартное игровое поле Штормграда, то есть есть именно поле Альянса, и это не привязано к дополнению, это изначально, изначально так было, тут вот можно потыкать по этим часам, по-моему, их сломать, также сломать тут эту башню, деревянную колодец собранить, там, и тд, и тп, и грифоны даже потыкать. Но, да, они действительно показывают правильное время. Я просто долго думал, можно ли их сломать или нет, и в зависимости от этого, может, ответ поменялся бы, но как есть, как есть, go next. Однажды вам придется сразиться со свихнувшимся сервантом ложками и тарелками. Да, это правда. Это приключение Каражан. Да, блин, давно это было, тогда еще, значит, я помню, добавили новые картинки, вот это вот сборище посуды, 3-3 за 3 маны на чернокнижника, редкая, по-моему, карта, которая при сбросе вызывалась на столе, тогда Локи на сбросе играли только вперед. Классное было время. Ну, и плюс вы, наверное, если вы даже в Харстон играете совсем недавно, да, то есть, допустим, с введением полестражений, то если вы смотрите там Сильвернейм и того же, да, то вы наверняка знаете про вот эту вот кувшин, чашку, которую он постоянно пикает, чтобы набрать темпа. Их вернули. В таком виде, действительно, они выходили, на самом деле, в оригинале, они есть и в Констрактед формате, они выходили в Каражане, и сейчас ими можно вольным поиграть. В русской локализации игры есть ссылки на светские... Ссылки? Отсылки это называется, о боже. На советские мультфильмы, как «Львенок и черепаха» пели песню и «Ну, погоди». Ну да, по-любому, отсылок дофига, я уверен, что есть. Да, и даже на пластелинную ворону. Ну, сто процентов, да. Нет! 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 Не, ну это вообще некорректный вопрос. Короче, не-не-не, вопрос составлен некорректно. То есть, ну, отсылка есть, как видите, да, с царем зверей, карта из ГВГ, если вдруг не знали, карта на ханта. Я на столочке лежу, я на столочке лежу и за степями приглядываю. Это отсылка, то есть, по факту я прав. Просто они тут вопрос неправильно поставили. Клоуны, клоуны. На самом же деле, в Харстоуне можно похлопать команде локализации, хотя в последнее время они нихрена не справляются даже с постами. Они не могут выкатить посты. Если что, на русскоязычном сайте Харстоуна до сих пор нет поста с выходом нового мини-сета. Ну, не знаю, связано ли это с санкциями или нет. В любом случае, локализация очень классно работает с описанием карт. И что самое классное, что самое удивительное и восхитительное, все это переводит один человек. Все отсылки, все вот это формулировки, все это один чувак. Я его даже лично встречал в Версале, когда еще офис тот в Близзард не закрыли. Офигенный чел, очень классный, респект ему, Х10. Очень круто делаешь. И даже из брюантовой руки в игре есть почти точная цитата. Да, кстати, есть. Я даже помню, я еще попробую вспомнить. Это 4 маны 4-3 редкая карта на воина. Но тут уже, кстати, какой-то бред идет. Я про эти отсылки. Это что? Там даже цитата из Пушкина есть. Ну, наверное, да. Служебный роман умудришь вспомнить. Ну, наверное, Пушкина цитата есть. Да, да. Остудись, застынь или даже мороз у солнца день чудесный. Ха, класс. Но они не показали эту карту. Я вам вот покажу ее. По-моему, я правильно вспомнил. Там есть действительно отсылка на брюантовую руку. А по поводу того, что отсылка на Пушкина есть в ледяной стреле, я не знал, но подозревал. Все-таки служебный роман это такая более поп-культурная тема. А Пушкина это надо знать. В игре есть карта, которую невозможно уничтожить. Сколько ее не убивай, все равно возвращается на поле боя. Да, есть такая тварь в колоде Варлока. Не может быть. Эта карта сломала бы весь баланс. Хорошо, что они уточнили про Варлока, потому что я сразу про Реттлгора подумал. Вот он. Девятка на Вара. Но на самом деле, да, такая есть. Это конь погибели. Да, это конь погибели. Кстати говоря, он сейчас вернулся в стандартном формате. Оригинально выходила эта карта в большой турнир. Большой турнир самый такой... Многие считают самым мусорным допом. Я тоже долго считал самым мусорным дополнением. Но там в итоге-то пришли все к тому, что в большом турнире просто не было добавлено много карт, которые превышали пауэркрипсу существующий. Поэтому был такой немножко скучненький доп. Коль погибели был там впервые добавлен. А сейчас его можно получить с карты за три маны. У чернокнижника эпической, которая за три маны бафает плюс один, плюс один. И потом с фрисментного хрипа вызывает коня погибели, который работает точно так же, но, по-моему, он не так выглядит немножко. Эффект один в один. Карта не имбовая ни разу. А еще есть карта стоимости 25 маны, которая наносит 12 урона. 12 урона? Есть, только разыграть ее можно, когда герой почти умер. 25 маны, которые наносят 12 урона. Не 12, нет. 8 там урона. С чего-то... С чего-то вдруг 12? Сейчас подумаю. Мне кажется, статами... Ну, вообще, если что, тест с 19-го года. Это раз. Чтоб 12 урона за 25 маны. Не. Не-не-не, 8 будет. Не 12, не верю. Что это вообще такое? Да, ну 8. Что-то меня пытались запутать. Ноль шансов. Да, огненный великан действительно 25 маны стоит. Раньше он стоил 20, потом его понерфили, и он стал стоить 25, но, по-моему, его нерв отменили. Теперь он стоит 20. Возможно, ошибаюсь. Ошибаюсь. Тут я ошибаюсь, а там я ошибаюсь. По-моему, он стоит сейчас 20. По-моему, нерв откатили, но если не откатили, в любом случае, да, великан есть, и вы с ним очень знакомы. Если особенно вы раньше играли в Харстоун, или сейчас в классике играете на контроль чернокнижника, то вы с этим огненным великаном буквально рука об руку ходите, потому что благодаря нему чернокнижник может читерить ману и закрываться огненными великанами при помощи Аргусов и Синдера и Защитниц. Существует бумажная версия Харстоун? Да, такая есть, 100%. Да. Ну, это, конечно, рофла-версия. На самом деле, есть версия, действительно, которая напечатана более как-то четко, прям по канону и т.д. и т.п. Но, опять же, играть в Харстоун бумажной версии будет очень сложно. Привез реально кубиками, там буквально каждый ход кидать, потому что рандомных эффектов в последнее время в игре все больше и больше. В игре есть карта, которая полностью устанавливает здоровье игрока, даже если осталась последняя ничка. Да, и правда есть, и как же... Не, ну это Рено Джексон. Как бы все знакомые тут даже комментировать, ну, нет смысла. Гений. Усатый гений. Чемпионом мира по Харстоун в этом году стал украинец. Нет, у Украины только второе место. Так, сейчас начнется, блядь. Казалось бы. Ну, нет. В девятнадцатом году, насколько я помню, если это был финал Павел и Доктор Хиппи, Павел выиграл, Доктор Хиппи в финале играл и проиграл. Вот. Это был очень тяжелый бой, в финале сошлись Россия и Украина. Ну, да. Что? А, фу. Да, заговорился. Не, не, не. Ну, в смысле, да. Короче, я знал, что выиграл Павел, я только что это сказал. Не важно. Это засчитаем за правильно. Я просто немножко невнимательный. Да, вообще, очень классно было. Я смотрел этот финал. Очень супер-мега горд был за то, что СНГ представляло вообще, ну, нас так круто в девятнадцатом году. И поздравляем Павла, поздравляем Доктора Хиппи, золотали бабки и кайфанули. По Харстоун собирается снимать фильм. Да, режиссером будет Питер Джексон. Нет, это вранье. Нет, это вранье, сто процентов. Никто, поэтому гипнем. Футбольные клубы начали создавать состав по Харстоун. Блядь, что с тестом стало? Нет. Ну, по-моему, нет. Не, да ну, конечно, где футбол и где Харстоун. Ну, а почему нетки? Разве есть футбольный клуб, который подписал состав по Харстоун? Может быть, в 19-м году так и было, но сейчас я очень сомневаюсь. Так что, если вдруг я ошибусь, не считается. Что? Valencia of Esports? Уже такой команды точно не существует. Я даже загуглю. Valencia Club Football, наверное, Esports of Hearthstone. Всего матчей 0. Основан в 16-м году. Страна Испания. Призовые 0. Да, умом. Я считаю, что я прав. Часть описаний к русским версиям карт придумали игроки. Часть описаний к русским версиям карт придумали игроки. Нет. Ну, некорректный, опять же, вопрос, но нет. Что? Если в вашей колоде нет легендарных существ, то стоит поискать их в колоде противника. Сергей К. Склиф. Я не знал. Если это правда, это очень круто, но, знаете ли, уже с того момента Blizzard давно так не взаимодействует с комьюнити, по крайней мере, с русскоязычным, поэтому... Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Серега Уважуха. Самый длинный ход в Hearthstone длился почти 2 дня. Это даже теоретически невозможно. На ход выделяется всего... Ага, окей. Короче, это отсылка на дрожжеглота и на тот момент, когда Тост сломал игру и при помощи дрожжеглота повторил 100 тысяч миллионов боевых кличей. Или там были, кстати, игры Разума, по-моему. Ну, кто-то снимал. Либо Хистерия, либо Тост снимали видос, где они действительно сломали игру и ход у оппонента длился буквально очень-очень много времени. Так что да, я думаю, что это правда. Да, да-да-да-да-да-да. Это был Велен в 26752 две чародейской стрелы. Да, это было я перепутал, конечно, но с дрожжеглотом тоже был полный обсер неприятный. Такое действительно было. Да, это жестко, но понятное дело, что этот ход, кстати, не оппонента, но оппонента тоже был виден. Так сделать невозможно, понятно, да, то есть игра вылетает, вот вы видите здесь, уведомление, что игра сломалась, пожалуйста, перезайдите. То есть по факту вы можете разграть ту карту, выйти из игры, перезайти, вам скажут, что вы победили, засчитают, и вы дальше пойдете играть, то есть сидеть не обязательно. Но да, действительно, это было очень круто. Один день, 21 час, тупо сидишь и втыкаешь в то, как летят через десятья стрелы. Крутяк. 9 из 13. Вы явно играете в Харстоун, но до легенды не добирались. Тренируйтесь. Бро, мне надо больше тренироваться. Сто процентов. Пишите в комментариях, сколько правильных ответов получили вы. Уверен, что больше меня никто не получит правильных ответов. Ну, вообще, у меня, типа, что, я признал только один раз, где я ошибся. Там, где я еще ошибся в трех моментах, да, мясанул, летал, там просто некорректный вопрос был, либо там вот невнимательно, хотя я правильно ответил. Все, короче. Я брал легенду, все честно, вы знаете. Делитесь своими результатами в комментах. Надеюсь, этот видос разбавит рутинный геймплей и даже очень рожащенный момент со стримов. Ну, а за микрофоном был как всегда Плеяд. Игромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик вам понравился, вы посмеялись. И, возможно, я вам рассказал каких-то интересных фактов, если вы вдруг играете в Харстоун недавно. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк за такой микро разбавленный формат. И увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok